Принято! Выезжаем! Включаю микрофон. К съемкам готовы! Все готово! Поехали! Объект в фокусе. Перезапись. Телеканал «Актиз» представляет. Новый общественный проект в центре внимания. Съемочная группа программы отправляется на поиски самых злободневных тем, которые волнуют Ангарск и его жителей. От нашего объектива не скроется никто, от наших вопросов еще никто не уходил. Когда с улиц города исчезнет незаконная реклама? Кто в ответе за несанкционированные свалки? Как сделать город чище и привлекательнее? Настоящие профессионалы своего дела наведут порядок в городе. От их пристального взгляда не ускользнет ни одна проблема. Объективно о важном для каждого. Ангарск. Город, который даже у тех, кто не бывал здесь, ассоциируется с хоккеем. А уж для местных жителей хоккей стал больше, чем спорт. Сам климат диктует свои условия созданием ледовых коробок во дворах. А 10 лет назад здесь был открыт Ледовый дворец спорта, ставший символом Ангарска. Как строился знаменитый Ермак? Почему Ангарский ледовый дворец привлекает внимание российских экспертов? Первый легендарный матч Ермака. А также эксклюзивное интервью с современными представителями команды Оранжевых. Пришло время взять это во внимание. Смотрите сегодня в центре внимания. Легендарный Ермак. Как строились и создавались главные символы Ангарска. Экономически очень трудноподнимаемый объект. Потому что практически бюджет города его вытягивает. Ну, конечно, было очень много скептиков. Многие не верили, многие не понимали, для чего это нужно, почему это нужно. Снижение строительного объема. То есть у нас получилась седловина. За счет этого уменьшился строительный объем. А это и эксплуатационные характеристики. Это и на отопление, и наоборот, на охлаждение этого объекта. То есть это затраты в разы меньше. Создал детскую школу по хоккею «Шайбе», где и по сей день воспитываются юные хоккеисты. Будущее российского хоккея. Легендарный человек, внесший огромный вклад в развитие Ангарска. Здесь спроектирована модель уже по существующим, по исполнению, по исполнительной документации. Спроектирована модель нагрузки, снеговой нагрузки. Делается перемещение всего снега по всей кровли. То есть неравномерная нагрузка. Опять же таки, в стандартных конструкциях это практически невозможно. Этот учебник – настольная книга будущих инженеров-строителей. По нему студенты столичных вузов изучают основы проектирования конструкций большепролетных покрытий. То есть конструкций пролетом более 36 метров. Одна из глав пособия посвящена Зимнему дворцу спорта в небольшом сибирском городе в Иркутской области Ангарскому Ермаку. Автор его – Нодар Кончилле. Один из самых известных московских архитекторов. Инженер-конструктор. И автор проекта реконструкции Ермака. Не случайно дворец спорта попал на страницы учебника. Единственный в своем роде крытый ледовый дворец, равного которому нет от Новосибирска до Хабаровска. Мощный флагман спорта в городе нефтехимиков, который одновременно вмещает 7 тысяч зрителей. Но это сегодня он предмет гордости ангарчан. А 10 лет назад эта идея многим казалась фантастической. Ну, конечно, было очень много скептиков. Многие не верили, многие не понимали, для чего это нужно, почему это нужно, для чего это нужно. Ну, много очень было проблем. Это были и проектирования, и строительства. Подрядчики были такие у нас. У 16, когда по 20 миллионов возвращали денег, не хотели или не могли исполнить свои обязательства. Ну, очень много было всяких проблем. Сопротивлений всяких. Ну, в нашем городе так и любят. И мы получали понимание и от депутатов нашего города, и от исполнительной власти. Это заслуга наших жителей. Заслуга, я же говорю, и депутатов, и администрации. Конечно, здесь и строители, которые строились, здесь стройкомплекс надо, вновь, условно, вспомнить. Это экономически очень трудноподнимаемый объект. Потому что фактически бюджет города его вытягивает. Там денег присутствовало минимум федеральный. На первой стадии присутствовали потом масса людей, которые, я их называю, враги города. Всячески политизировали этот объект таким образом, что его просто закрыли планку финансирования от федералов. Даже уже когда построили объект, и то эти наши враги города, как я их называю, заказали за 6 с лишним миллионов экспертизу, чтобы объект признать несоответствующим проектом. 12 миллионов даже, да. Из местного бюджета направили на то, чтобы объект просто заморозить. Тогда, в начале 2000-х, перед руководителем строительной компании «Ангарска», а ныне мэром округа Сергеем Петровым, была поставлена непростая задача. Мы не претендовали, у нас была другая специфика работы. Но, тем не менее, когда изучили документацию, никто на этот объект не пошел. И я помню, Евгений Павлович Канухин, будучи тогда мэром, меня пригласил. Говорит, ну слушай, давай, что там? Я говорю, да мы, как мы тебе его вытянем? Это, ну, не наше направление, не наш профиль. Нам надо кругу жарствовать. Да, задача. Опыта возведения подобных проектов у «Ангарского строительного флагмана» еще не было. И только четкий расчет и взвешенные решения помогли выполнить работу качественно и в срок. В 2003-м началась реконструкция объекта. Она включала в себя строительство уникальной мембранной крыши. Такой проект был выбран не случайно. По словам директора службы муниципального хозяйства, а на тот момент директора по строительству стройкомплекса, Андрея Сафронова, сделать вогнутую крышу было выгодно по многим факторам. Один из них – снижение строительного объема. У нас получилась седловина. За счет этого уменьшился строительный объем, а это и эксплуатационные характеристики. Это и на отопление, и наоборот, на охлаждение этого объекта. То есть это затраты в разы меньше. Живучесть вот этой конструкции мембраны просто в разы на порядок выше, чем классическая конструкция из большепролетных ферм и стропильных конструкций. А экономить было необходимо. Ведь строили тогда фактически за счет местного бюджета. Это колоссальные затраты для небольшого города. На объект ушло около полутора миллиардов рублей. В 2002 году я ездил тогда в Москву, и первая встреча с Вячеславом Фетисовым, которая состоялась, когда я ему рассказал, что есть такой город Ангарск, который хочет, чтобы у него появился искусственный лед, своя арена с крышей, и чтобы у нас была команда мастеров. И он тогда этой идеей тоже загорелся и поддержал нас. Уже на следующий год мы получили 100 миллионов федеральных денег на строительство нашего «Ермака». Вообще 2002 год – это первые 5 миллионов, которые федерация выделила нам на строительство «Ермака». И тогда был уже до меня признан генеральный подрядчик строительной компании «Середкина». Середкина его отсказал тогда, Виктор Леонидович. Но так сложились наши взаимоотношения и наша работа с ним, что мы не смогли. Не смогли его зажечь. Он не поверил, я честно скажу, в тот проект, что он это сможет. И мы понимали, что нам нужно менять тогда подрядчика. И когда я пригласил Петрова в свой кабинет, просто некому было это предложить. У нас в городе Ангарске некому было элементарно строить. У нас получилось, Петров взялся и крышу мы построили. Еще одним поводом для скептических разговоров была форма крыши. Мол, такой формат в сибирских условиях невозможен. Но стоит отметить, что на крыше, несмотря на ее форму, не скапливаются осадки. Происходит перемещение снега по всей кровле за счет того, что опорный контур стоит на шарнирах. А конструкции из металлических мембран имеют возможность растягиваться и сжиматься в зависимости от температур. По словам специалистов, живучесть такой конструкции намного выше, чем даже классической. Арматур 18-19, ну 19, по-моему, толщиной 19 миллиметров. И они напряженные, то есть их натянули сначала, потом сварили. Натянули, сварили, то есть они предварительно напряженные. И вот это основная часть, на которую опирается вся крыша. И такая балка идет вокруг всего катка. И вот на этой основной балке, я вам хочу сказать, что вот эти вот качающиеся колонны, ну, они не качающиеся, они двигающиеся колонны. Вот сейчас она, видите, я вам говорил, что когда она сдвигается, вот она сейчас наклонилась сюда. Когда летом и не будет снега, она немножко сюда наклоняется наружу. Ангарск. 1960 год. В городе в короткие сроки построен и запущен искусственный лед. Это был первый искусственный лед от Урала до Владивостока. Инициатором его стал Виктор Федорович Новокшенов. Первый директор Ангарского электролизно-химического комбината. Именно он прописал шайбу в городе нефтехимиков. Дальновидно понимая, что у города с настоящей командой есть не только кубки и медали, но и огромная гордость за малую родину, страсти, пьянящий вкус завоеванной победы. А значит, будущее. Первый матч команды «Труд» в будущем «Ермат» прошел 12 декабря 1959 года с Дзержинцем из Новосибирска. Наши спортсмены одержали уверенную победу со счетом 11-4. С тех пор Ангарск влюбился в хоккей раз и навсегда. Билетов на матчи было не достать. Все руководство АИХК, АНХК, горкома партии ходило на игры. Бывало, что и сам Новокшенов не начинал планерку, пока не узнает результатов выездного матча. В 2015-м к столетию, со дня рождения Виктора Федоровича Новокшенова, зимнему дворцу спорта «Ермак» было присвоено его имя. А на фасаде здания появилась мемориальная доска, где на черном мраморе высечены заслуги первого руководителя электролизного химического комбината. Человека, который основал в ангарске хоккей. Новокшенов Виктор Федорович построил первый и единственный от Урала до Дальнего Востока ледовый дворец с искусственным льдом. Основал хоккейную команду «Ермак». Создал детскую школу по хоккею с шайбой, где и по сей день воспитываются юные хоккеисты. Будущее российского хоккея. Легендарный человек, внесший огромный вклад в развитие Ангарска. Идея присвоить имя основателя Ледовому дворцу спорта принадлежит депутату Законодательного собрания области Виктору Шопену. По его словам, другой кандидатуры не было. Да и быть не могло. Этот зимний дворец спорта – это лишнее подтверждение той работы, той заботы о людях, о спорте, о подрастающем поколении со стороны Виктора Федоровича Павловича. Я полагаю, что при своем звании нашего легендарного директора на зимнему дворцу спорта «Ермак», наши спортсмены, наши болельщики будут активно поддерживать нашу хоккейную команду «Ермак». И все же, несмотря на разные мнения и припоны, долгожданное открытие Ледового дворца состоялось. Финальная точка была поставлена в октябре 2007-го. На знаковом событии присутствовал и архитектор Кончелли. Это очень серьезные были моменты снятия временных затяжек и заставить мембрану жить именно той жизнью, как она должна существовать после временных поддержек. Так вот, это было пол первого ночи. Мы вместе с ним, все наши специалисты находились. И когда мы ослабили последний болт, и геодезисты по рации сказали, все, у нас есть ослабление полностью, весь контур встал на проектное положение, Кончелли снял свою кепочку и сказал, все, мембрана зажила своей жизнью. Спустя два месяца, в том же 2007-м, в новых стенах, вернее, под новой крышей, прошел первый матч между звездами советского хоккея и известными людьми города. На тот момент, бесспорно, герой Ангарска. Сегодня Ледовый дворец Ермак – это место, где тренируются юные хоккеисты. Выводят узоры на льду фигуристы. За эти 10 лет его имя разлетелось и в другие регионы страны. Ведь известные российские артисты не раз выступали на его площадке. Концерты, праздники, ледовые шоу по размаху такие же масштабные, как и сам стадион. Сотни лет, и день и ночь прощается, карусель, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. И, конечно, Ермак – это возможность собраться болельщикам. Ведь пропустить игру родной команды немыслимо. Команды, которая сплотила весь город. Снег не помешает администрации выявлять свалки и бороться со злостными нарушителями санитарного состояния в городе. Наш специальный корреспондент Александр Сычева следит за ситуацией в Ангарске. Все подробности в рубрике «Кто это сделал?». Территорию вдоль детского сада в 84-м портале утверждают местные жители, уже много лет украшают мусор дукового характера. Горажники сетуют на то, что это сделали со стороны садика, а садик в свою очередь перпочтает гаражник. Еще одна версия возникновения мусора – сильный ветер несет отходы с мусорной площадки. Хотя подобные объемы может переместить только аномальное природное явление. Поверить, что бутылки и хлам выкидывают из детского дошкольного учреждения тоже сложно. Все складывается против недобросовестных автолюбителей. Но здесь не пойман ни вор. Бережи, он что выбрасывает, вот эта свалка, она десятилетиями залеживается. Вы сюда не длили, не длили? Постоянно. Я вот куплю здесь, я живу 20 лет и разу два в сутки убирала. Мусора – это мало. Здесь в бирже бутылки всякая помойка, тряпки. Ну что-то выбрасывается из биржей бумаги. Но помойка тут постоянно. Она зарастает, вот так вот залеживает. Неподалеку, в 82-м квартале, картина идентичная. Так было до снега. Ничего не изменилось и сейчас. А кто это? А кто это здесь? Между зданием детского учреждения и известной Чебуречной нашел приют «Бытовой мусор», «Старые колеса», «Ветки» и «Лисквам». Наши материалы имеют действие, соответствующие службы убирают мусор. Но недели достаточно, чтобы увидеть новый неприглядный пейзаж. Эти, как и многие другие факты, приходят на электронный адрес горячей линии «Кто это сделал?». Мы благодарны горожанам за бдительность, но результат будет только, если нарушитель будет оштрафован. Фотографии с номерами машин и фактов нарушения – лучшее доказательство. А мы продолжаем следить за ситуацией с пожарами на территории Ангарского городского округа. И вновь напоминаем, что при использовании электронагревательных приборов следует быть предельно внимательными. Профилактические меры со стороны ответственных служб не ослабевают. «Ежедневно у нас проводится патрулирование с привлечением сотрудников полиции, сотрудников органов надзорной деятельности, а также пожарных автомобилей с личным составом 3-го отряда Федеральной пожарной службы, также администрация Ангарского городского округа, комиссии по делам несовершеннолетних, соцопеки и попечительства. Вот эти все мероприятия ежедневно проводятся, где как раз мы проводим разъяснительную работу, доводим до людей, проживающих в СНТ». Статистика минувшей недели свидетельствует о единственном факте – горела баня на садовом участке. Накануне в администрации прошла встреча с председателями садоводческих товариществ. Правил много, совет один – их соблюдать. «С каждым разом все такое происходит, такие случаи несчастные действительно со смертью людьми, поэтому люди как бы не противоречат этому, они соглашаются на это. Еще многое зависит от того, что финансовое затруднение, но я еще раз хочу повторить, не надо жалеть на это деньги, нужно все-таки сделать, чтобы все было нормально. И печи тоже самое, сейчас все равно уже есть у людей печи, чтобы тоже за ними следили». Очевидно, что в обсуждениях на совещаниях участвуют ответственные горожане, достучаться же до нарушителей очень сложно. С приходом зимы контроль за ситуацией не будет ослабевать. Нарушителей в сфере благоустройства по решению административной комиссии ждут штрафным. О фактах и результатах вы узнаете первыми. «Выпавший снег» не помешает нашей съемочной группе бороться с нарушителями, а мы в свою очередь найдем и покажем. Первый легендарный матч Ермака, также эксклюзивное интервью с современными представителями команды «Оранжевых». Смотрите во второй части программы. Не пропустите. Впереди все самое интересное. Продолжение следует...